Денис Владимирович, не новая наша встреча, мы сотрудничаем давно, а что касается Беларуси, то мы всегда сотрудничали с Донецкой областью. Но естественно в эти сложные трудные времена, с тех еще пор, это уже 10 лет, мы не отказывались от этого сотрудничества, готовы продолжать и в настоящее время. Тем более, что определенные наработки есть, база создана, мы готовы уходить от всяких посредников, я даже удивился, что у нас они еще существуют до сих пор. Мы готовы напрямую с вами сотрудничать, тут разные намеки и прочее, даже с Запада, что вы будете сотрудничать, вы обидите Украину, мы никого не обижаем. Мы готовы сотрудничать и с Украиной на тех же принципах, что и Донецкой республикой, мы с деток ваших всегда принимаем сюда на лечение, на отдых, они очень довольны. Правда, меня тут суд какой-то не затащили, что мы воруем ваших детей. Ну, так я предложил и Украине, и американцам, пожалуйста, приезжайте, найдите хоть одного ворованного ребенка. Это не наши принципы, поэтому я еще раз подтверждаю, что мы будем сотрудничать с вами, абсолютно не нарушая никакие международные нормы и наши нормы, наши взаимоотношения. Мы работаем во имя людей. Есть проблема в строительстве у вас, мы будем вас поддерживать и помогать. Есть у вас проблема кого-то лечить, образование получить. Мы готовы с вами сотрудничать, абсолютно на таких принципах готовы сотрудничать и с Украиной. Поэтому не надо нас накатывать, мы люди миролюбивые, в основе нашей дружбы и нашего сотрудничества является только мир. Если вы увидите, что нужно будет для восстановления, для развития вашего края, вы на нас можете рассчитывать. Уважаемый Александр Григорьевич, я от жителей ДНР и от себя лично хочу вас поблагодарить за всю оказываемую, всестороннюю помощь и гуманитарного характера в первую очередь. Ну и здесь что говорить, у нас очень много точек соприкосновения, и это не только общая история, но это, конечно же, и видение дальнейшего развития. Это, конечно же, только сильное, благополучное общество, основанное на справедливости. И, конечно же, наша задача выстроить такие условия, чтобы не стыдно было передать следующим поколениям.